Всем привет! Сегодня у меня видео о посылочке из магазина Мир Вышивки. Для тех, кто еще не делал покупку в этом интернет-магазине, у меня есть промокод Inessa, который дает 10% скидку на свой первый заказ. Вся информация есть под видео, можете посмотреть, если вам интересно. Сейчас хочу вам показать, какие наборчики я выбрала. Вот такая вот рекламка от фирмы «Сделано с любовью» набора для вышивки крестом. Еще ни один набор я не вышивала от фирмы «Сделано с любовью», но у меня есть наборы этой фирмы. Мне очень нравятся их разработки, в принципе, неплохие. В моей коллекции не очень много таких наборов, но они есть. И вот этот вот, смотрите, какой красивый наборчик. Я не вижу здесь названия этого набора. Интересное какое-то растение. Очень похоже на клевер, но я не видела такой яркий клевер. Вроде листочки похожи. Я не знаток растений, хоть у меня есть огород. Напоминает мне это растение клевер. На самом деле не знаю, что это такое. Но картина красивая. И что интересно, у этой фирмы «Сделано с любовью» недорогие наборчики. Надо мне что-нибудь себе присмотреть из этой серии. Вот, может быть, даже вот эту вот картину в следующий раз заказать. В общем, в этот раз я выбрала вот такой набор. Это набор от фирмы «Овен». Вышивается на конве 14-го каунта. Здесь сейчас не видно, сколько нитей используются в вышивке. Обычно наборы «Овен» вышиваются в 3 нити. Но если смотреть по превью, похоже, что вот здесь вышиваются в 3 нити, а вот здесь в 2. Потому что такое, как 3D-эффект получается. Вы знаете, где я видела эту картину? Ко мне приезжала Аня в гости и привозила готовую оформленную работу. Ей так красиво эту работу оформили. Там на рамочке вот такие были ягодки-рябинки. В общем, рама была как продолжение картины. Это видео у меня есть на канале. Я, если найду его, то в конце видео вам ссылочку поставлю на это видео. В общем, я давным-давно уже эту работу присмотрела и хотела ее себе в коллекцию. Вот, наконец-то, у меня в моей коллекции теперь эта картина есть. Вживую она смотрится намного эффектнее, чем она смотрится на превью. А вообще у многих фирм-производителей картины на превью смотрятся хуже. Особенно бисерные. Бисер вообще невозможно сфотографировать так, как он есть. У меня есть еще похожий зимний сюжет со снегирями от фирмы «Золотое руно». Там, правда, 16-я канва, там смешанная техника, там идет бисер. Снег на рябинках вышит бисером, а фон вышивается нитками. Классная вообще картина. Когда-нибудь я тоже приступлю к работе над этой картиной. Очень хочется мне вот эти зимние сюжеты со снегирями вышить. Нравятся они мне. И вот я думаю, вообще здорово может быть и вот эти рябины вышить бисером. Вот если бы всю картину вышить нитками, а вот эти вот красные рябинки вышить бисером. А я еще подумаю. Вообще я не люблю что-то менять, потому что у меня нет большого опыта в дизайнах. Я боюсь испортить. Но может быть, может быть, вот в этой картине стоит попробовать. Вот так вот все упаковано. Ниточек здесь не видно. Упаковано все очень хорошо. Размер работы 25 на 25 сантиметров. Можно, в принципе, и в подушку. Хотя стандартный размер подушки 40 на 40. Но можно сделать что-то типа паспарту. Но я не люблю много разных подушек. Я все-таки люблю картины. Либо оформлять, либо пусть они лучше лежат в рулоне. Навстречу рукодельниц эти картины брать. А подушку с собой не возьмешь. Ну, в общем, я не знаю. Я еще подумаю, стоит ли делать. Вот эти вот рябинки из бисера. Мне очень хочется иногда что-то заменить. Но с дизайнерскими решениями я боюсь спорить. Поскольку у меня нет такого опыта. И если потом мне не понравится. Ну, хотя, в принципе, можно тогда бисер распороть и вышить нитками. В общем-то, ничего страшного не будет. Ну, ладно. Когда-нибудь я приступлю к этому процессу. И тогда уже решу, что мне с этим делать. Далее. Какой следующий наборчик я выбрала? Это вот такой новогодний щенок. Новый год уже давно прошел. Но в новогодние праздники вот на этот набор был такой ажиотаж. И его не было на сайте. А мне очень хотелось вот этого щенка. Ну, вы понимаете уже, почему, да? Потому что он мне напоминает ричка нашего. Это елочная игрушка из фетра. Я еще не знаю, что здесь в этом наборе есть. Сейчас быстренько вам покажу. Смотрите, здесь даже есть синтепух. Это не синтепон, это синтепух. Ниточки даже есть, бисер. Вот такая вот заготовка. Ой, какой он маленький этот щеночек. 7х7. На картинке он, кажется, намного больше. А здесь вот такой вот 7х7. Ну, очень красивый. Мне нравится. И я уже видела на ютюбе вышитого вот такого щеночка. И смотрите, здесь есть даже вот такие золотые бусы. И иголочки две. Иголочка одна большая. Большая, чтобы сшивать игрушку. И чтобы вышивать бисером. Бисерная игла. Все есть вот в этом наборчике. Я думаю, что работа не займет много времени. Вот видите, да? Бусы, бисер. Пришивать намного быстрее, чем вышивать крестики. И я думаю, что эта работа много времени не займет. В последнее время мне хочется вышивать именно маленькие наборчики. На них уходит меньше времени. И когда я загружена работой, большие процессы меня начинают тяготить. На самом деле, я очень люблю вышивать большие процессы. Но когда у меня много свободного времени. Когда свободного времени мало, мне хочется делать что-то такое мелкое. Вот такие вот еще два наборчика от фирмы Чудесная игла. Все, кто смотрит мой канал, знают, что я давняя поклонница фирмы Чудесная игла. Когда еще у них были нитки Bestex, я уже тогда покупала эти наборы. А сейчас они комплектуются нитками Гамма. Я очень часто в своих видео говорила, вот хорошо бы, если бы здесь были нитки Гамма, цены бы этим набором не было, потому что схемки мне у них нравятся, разработки очень нравятся. Готовые картины получаются намного лучше, чем на превью. И единственное, о чем я мечтала, это чтобы перестали комплектовать нитками Bestex, стали комплектовать Гаммы. Как видите, Мулине Гамма. В общем, все, как я и хотела. У Чудесной иглы в этом году очень много вышло новинок. Многие из них мне нравятся, но все-таки я предпочитаю канву 14-го каунта, поэтому выбрала вот эти два. У них есть еще сюжеты сейчас на 18-й канве. Раньше у них не было таких сюжетов, сейчас есть и на 16-й, и на 18-й. В общем, выбор огромный. Дизайны по-прежнему мне нравятся. Так, 25 на 25. У меня сегодня что-то стандартное. Овен 25 на 25, и здесь такой же размер. Но это случайно так получилось, не специально. Я так выбирала. Так, хочу посмотреть, какой здесь цвет канвы. Канва молочного цвета. Вот здесь видно, да, здесь она такая желтоватая. А здесь чуть-чуть оттенок отличается. Но на самом деле канва одинаковая. Вот, как видите, из-за погрешности полиграфии чуть-чуть могут оттенки отличаться. Вот такая схемка, моя любимая. Цвета символьная, не яркая, не глянцевая. Размер достаточно крупный. И работ у меня готовых уже много. Поэтому в дизайнах чудесной иглы я не сомневаюсь. Работы действительно получаются замечательные. У меня готовых работ много. Если интересно, можете пройти на канал, посмотреть. Практически все наборы чудесной иглы я в свою коллекцию приобретаю. И еще вот таких вот два маленьких наборчика. Этот наборчик вот такой вот. Это магнитик. Магнитик Виолы Анютиной Глазки от фирмы РТО. Хочу тоже в ближайшее время сделать. Вот, смотрите, какая заготовочка. На 18-й конве вышивается. В принципе, схемка небольшая. А вышиваться будет достаточно быстро. Вот очень хочется мне сделать в одном видео полностью вот такой мини-процессик. Давно я не занималась такими миниатюрками. Ну, как уже говорила, когда много работы, хочется чего-то такого мелкого, немасштабного. И вот такой еще наборчик. Смотрите, какой классный от фирмы Абресарт. Это новинки. Брошь, бабочка. Там таких брошей много. Мне очень понравилась сиреневая. Но вот эта вот розово-сиреневая, она была в наличии, а других в наличии не было. Быстро их разбирают. 12 цветов здесь написано. Набор Пурпур называется. Очень мне интересно, что в этом наборчике. Поэтому я его вскрою и вам покажу. Вот такая заготовка. Я знаю, что Абресарт делает свои заготовки на холсте. Здесь, похоже, тоже художественный холст. Вот такая вот заготовочка. Ну, естественно, схема. Бисер очень мелкий. Вот этот вот. Я ни разу не вышивала мелким ювелирным бисером. Вот здесь есть обычный бисер. Привычный, да, десятый, по-моему. И вот такой вот бисер. Очень-очень мелкий ювелирный бисер. Также есть вот такие вот стразы. Такие стразы. Они такой интересной формы. Это не просто капелька, как вот принято. Я часто видела такие на Алиэкспресс. У этих страз немножечко другая форма. Вот эти стразы в форме капельки. В форме капельки. А вот эти вот немножечко с загнутыми краешками. Не знаю, как точно называется эта форма. Но я таких не встречала. А потом еще вот такие вот две стразины. Вот такой вот формы. Тоже необычный. Игла. Также булавочка. Крепление для броши. И фетр. Это обратная сторона. А также синтепух. Я пока еще не представляю, куда синтепух. Я не думала, что она набивается синтепухом. То есть вот такая получается она пухленькая. Здесь я на превью не вижу, что она такая получается. Но, в общем, когда я приступлю к работе, то я вам поподробнее расскажу вот об этом наборе. Пока я вам только показала комплектующие. Чем комплектуются. Возможно, вы тоже захотите такие приобрести. А уж потом, что будет в готовом виде, я буду показывать в следующих своих роликах. Ну, надеюсь, что эти процессы будут у меня продвигаться достаточно быстро. Хотя я в этом не уверена. Но постараюсь. Большое спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok